Ничтожество. Второй еще хуже. Мама говорила, что я магнит для подонков. Если рядом был подонок, меня тянуло к нему. Я приехала за подонком номер три. И осталось... Так, сейчас подождем, пока вы подключитесь. Я сделала это в профессии. Всем привет. Я у вас в закусочных. Сейчас, подождем, подождемся. О, Либа, привет, малышечка. Так. У меня сегодня день с ночью перепутался. Встала я очень рано. Просто ездила на анализы, короче, по делам. Не поверьте, а встала в шесть утра. Я в девять утра завалилась спать. Проспала до двух часов дня. Съездила снова по делам. И вот так вот у меня день с ночью, походу, перепутался. Что за фильм я смотрю? Красотка на ноутбуке. Потому что телек у меня не работает. Я переехала сюда, и, блин, все через жопу. У меня не работает телевизор, у меня не работает интернет. Ну, только в телефоне. У меня не работает душ, горячая вода. Короче, вот я сейчас буду конючить, но быть девочкой и не разбираться в технике очень плохо. Это куча проблем. Короче, как-то так. Вот, все, ныть не буду, короче, нормально все. Ну, вот, бывают сложности, в общем. А когда мне грустно, я всегда смотрю красотку. Всегда, реально. Есть список фильмов, когда ты смотришь их, чтобы, ну, как-то, блин, поулыбаться. Хотя ты знаешь фильм, на цитаты можешь его сам рассказать. Ну, короче, вот так. Сдала анализы? Да, сдала, ребят. Мне просто после последних анализов были очень плохие результаты. И, короче, я прошляпила три недели, и вот заново взяла себя в руки. И заново сегодня сдавала все по-новой, включая тест на онкомаркеры, если кто знает, что это такое. Потому что просто очень напугать. В общем, так. Привет из Киева. Киев тоже огромный привет. Мой любимый город после города Орла. Город детства. Ты раньше не была каждый день в эфирах. Так, не могу понять, это плохо или хорошо. Могу не заходить. Или это наоборот хорошо, что я стала заходить чаще. Уже у себя дома? Да, уже на своей квартире. Четит миллион? Да. Завтра сложный день. Надо мечь пораньше. Так, а что у нас завтра, Лип? В квартире потеплело? Нет, не потеплело. Не разобралась с Офрами. Еще не была в управляющей компании. В общем, все так же. Пока в квартире прохладно. 20 градусов. Я включила просто обогрев теплых полов. Вот. Стало потеплее. Модем поменять. Блин, честно, вот вы сейчас будете ржать. Ну ладно, рассказываю, короче, как есть. Только, пожалуйста, не смейтесь. Потому что, блин, вот скажите, только у меня такая ситуация. Я встречалась с молодым человеком. На него был зарегистрирован интернет, телевидение, подключение. Вот всего-всего вот этого. Он тут шарил, как настроить душ. У меня тут очень сложная какая-то система и конструкция. Мы с ним расстались пару недель назад. И звонить ему не комильфо. Спрашивает логины, пароли, как настроить интернет, что делать с телевизором, как подключить каналы и так далее. Потому что вроде как у тебя уже все это настроено просто на номер бывшего. Вот скажите мне, вы бы в таком случае вышли бы с бывшим на связь, а он вас очень сильно обидел, исчез из вашей жизни без объяснения причин. Просто собрал вещи и свалил. Ну, нашел бы там какие-то объяснения, когда вы его цепили. Ну, короче, вот так. Так, вы бы поменяли модем или вышли как-то на связь с бывшим, чтобы разобраться, что у вас происходит с интернетом, телевизором и так далее? Делали уколы в носослезную борозду? Да, делала. Ну, вот я не знаю, видно вам или нет, но у меня практически этого не видно ни носослезки, ни носогубок. Я это заполняю все. Я считаю, что если есть возможность выглядеть хорошо и молодо, нужно по максимальной использовать услуги косметолога и выглядеть хорошо. Ну, это вот мое мнение, никого не заставляю, не настаиваю и так далее. Просто вот я хочу выглядеть более молодо. Я сегодня вообще не накрашена. Ну, короче, день у меня сегодня через жопу. Если сказать халяще. Короче, вот так. Так, Краснодар, привет большой. В чем причина сдачи анализов? Как вам сказать? Ну, короче... Блин, такая тема очень щепетильная, всегда на нее мне как-то больно говорить. Врачи пугают меня бесплодием. Первое впечатление от опера обычно все и решает. Сейчас. Да. Короче, врачи пугают меня бесплодием. И последние анализы у меня пришли очень плохие. От слова совсем. И у меня было подозрение, хотя бывший уверяет, что это не так, что он со мной расстался. По одной из причин, что не факт, что я смогу забеременеть и родить. Ну, короче, спасибо, правда. Просто на эту тему всегда, честно, очень больно говорить. Очень неловко я стараюсь держаться, не обращать внимания. Ну, короче, иногда... Фух. Короче, сложный у меня диагноз, нет улучшений. И у меня было подозрение, что в том числе и из-за этого причина, что бывший так свалил, потому что, ну, не факт, что у меня получится стать мамой, правда. Вот я вам сейчас говорю, вот честно, как есть. Никогда эти вещи не обсуждала. Ну, может быть, это мои страхи, не знаю. Короче, решила заново всё проверить и заново сдать анализы. А пластическая анемия, короче, такой диагноз, который каждые две недели я сдаю уйму анализов, чтобы держать этот вопрос под контролем. Включая сегодня тест на онкомаркер, чтобы... Ну, короче, кто знает, о чём этот тест, это сдаётся на опухоль, чтобы это не было... Ну, короче, тест на отрицание онкологии. Короче, вот так. Правда, блин. Тяжело на эту тему рассказывать, это очень болезненный для меня вопрос. Ну, вы спросили, я честно ответила. Фу, всё, всё нормально, правда, ребён. Честно, всё нормально. Так, Челябинску привет, Украина привет, Минск. Аня просит привет из Минска передать, Аня, передаю тебе огромнейший привет. Так, Нижний Новгород. Смотрела новый фильм про Юлю Началова. Честно, нет, не смотрела. Болезненный, мне кажется, фильм такой, не знаю, такие вещи очень близко к сердцу принимаю. Я вообще очень ранимый человек. И для близких остаюсь ранимым, нытиком. Все говорят, ой, ты стала такая сильная после Дома 2. Да нет, нытиком у меня и осталось. Просто стараюсь не показывать эту черту характера окружающим людям. Близкие знают, какой я нытик. Меня довести до слёз, мне кажется, вот как нефиг делов. Я вон красотку смотрю и ною каждый раз. Короче, как-то так. Почему ты не переодеваешься в домашней одежде? Честно, я сплю в очень красивых шёлковых комплектах белья. Но вот если сейчас сидеть на кухне, это очень холодно. Мужчины рядом нет у меня, чтобы он меня грел. Поэтому в домашней одежде мне очень прохладно. А тёплой домашней одежды у меня нет. Ну, точнее, она где-то есть. Но в 25 сумках и баулах сейчас очень сложно разобрать всё, чтобы это всё, короче, найти. В каком ЖК квартира? Я переехала в город Видное. Это моя собственная квартира. ЖК называется Первый квартал. Звоню ему, пускай, сука, делает. Ну, не знаю, я, конечно, наверное, гордый человек, поэтому не звоню. Вот, ну, говорю как есть. Может быть, я дура набитая, может быть, вы бы поступили по-другому. Но для меня это будет выглядеть как навязывание, как просьба о помощи, как, ну, типа, блин, больше справиться некому. Мне обещал брат помочь, но он приедет не раньше вторника, короче. Я думала, в воскресенье приедет. Нет. Поэтому до вторника я буду без телевизора, без интернета. Интернет у меня есть вот только в телефоне. Надеюсь, я одна такая дура, пусть мой, блин, не знаю, моя ситуация будет вам уроком, честно. А, не, вот кто-то пишет, тоже не позвонил бы. Обнулить настройки. Блин, честно, я вчера пыталась настроить, нашла тут настройки. Короче, мне кажется, честно, я сбила телевизор до заводских настроек. Я вообще не понимаю, он вообще не включается, у меня рассыпается экран на квадрат. Квадрат, короче, блин, я не понимаю, я просто честный человек, который не шарит в технике. И вот я живу, не поверите, второй день без телевизора. Какой второй? На съемной квартире у меня не было телевизора. Последние пару недель. Ну, короче, пару недель я обхожусь без телевизора. Спасибо в ноутбуке. Ну, короче, у меня Mac и тут, и там. Короче, можно синхрить телефоны MacBook. И вот я закачиваю фильмы на телефон, потом дублирую их на ноутбук и вот так смотрю кино. Я дура, да? Давайте, говорите, ну, как честно, девочки. Заговор перезаключи на себя. Да, но для этого надо знать логин, пароль, на кого зарегистрировано, еще какие-то данные, короче, паспортные, чтобы просто войти в личный кабинет и все это поменять. Короче, ладно, все, забить. Нормально все. Проще, может быть, реально провайдер поменять. Нет, не вышло бы. Так, я, походу, не одна такая, да? Где работаешь? Слушайте, есть предпосылки к работе. Пока не буду говорить, чтобы не загладить все это. В общем, надеюсь, что скоро у меня все будет хорошо с работой. Почему я выбрала первый этаж из-за стоимости или другие причины? Слушайте, у меня первый этаж из-за того, что у меня 23 метра терраса выходил по стоимости гораздо дороже, чем верхние этажи. Хотя обычно первый этаж, он всегда дешевле. Но в моем случае у меня панорамные окна высота 320, а не 260, как у всех соседей с первого по девятый этаж. И то, что предлагается терраса, из-за этого стоимость первого этажа дороже, чем второй, третий, четвертый и так далее. Короче, как-то так. Пропустила. Ты позвонила бывшему? Нет, не позвонила. Иначе бы я уже была с телевизором и интернетом. Привет из Сочи. Привет. Кстати, может быть, в Сочи я скоро и поеду. Не боишься делать уколы красоты? Это может на здоровье отразиться. Слушайте, нет, не боюсь, потому что, ну, я спрашиваю, что мне колят, как мне колят, кто мне колят. И противопоказаний на этот счет у меня нет. Я колю витамины, заполняю там на сослезке гиалуронкой, либо делаю биоревитализацию. Противопоказаний с моей болезнью к этому, правда, нет. Ну, то есть было бы, я бы, конечно, не делала. Полнуешься так мило. Спасибо. Правда, спасибо. Во-первых, ты уйдешь с улицы. Не слушай врачей, все может получиться. Нет, они, честно, мне врачи не говорят о том, что вот все, ты бесплодна, ты никогда не родишься, и так далее. Но, ну, короче, вот, как вам объяснить. А пластическая анемия – это, короче, очень редкое заболевание, патология кровотворной системы. И любое инородное тело кровеносная система отторгает, включая ребенка. То есть забеременеть, а, несложно, сложно выносить этого ребенка. Ну, и, короче, вот, что-то я, может, загоняюсь, может, короче, как девочка парюсь на эту тему. Ну, блин, это нормально, наверное. Вот, хотя я ходила как экстрасенсом, и ясновидящим, и гадалком, хотя меня все за это осуждают, ходила всегда с единственным вопросом, вылечусь ли я от этого, ну, страшного заболевания, и будет ли у меня ребенок и семья. Во всех случаях я получала утвердительный ответ, что я с этим справлюсь, и у меня все получится. Но, честно, иногда сдают нервы, иногда это очень трудно. Вы всегда говорите, блин, ты такая сильная, ты такая смелая, молодец, так справляешься. Честно, трудно. Без мужчины правда трудно, когда расстаешься, вдвойне острее воспринимаешь это. Ну, может быть, на фоне, там, анализов и всего, там, что происходит в последнее время в жизни. Короче, сегодня какой-то умеет, правда, не слушайте меня, походу, у меня сегодня какое-то меломахаличное настроение. Вот, рассказывайте лучше, что хорошего у вас, а то я так и буду уметь, походу, в эфире. Нет, нет, так, если он сдается, не хочу ждать до вечера. Назначь морсовую встречу пораньше. Халиба, да, давай, кидай мне, если что, потому что мой баба гордый, обращаться не хочется, но мне просто кажется, что, блин, я буду выглядеть, ну, там, я буду навязываться бывшему, это будет выглядеть как, знаете, ну, типа, там, повод пообщаться с ним, а я реально в этом ни хера не понимаю, честно, и вот поверьте, я уже несколько дней сижу без интернета и телека, тупо, из-за того, что я гордая, и у меня нет другого специалиста, кто бы мне помог это все разрулить. Вот, короче, как-то так, честно, ну, как есть. Едь к Матронушке на токанку. Честно, ребят, я вот, правда, мне уже многие советуют там к Матронушке, я не сильно верующий человек, я не ношу крестики, я практически не хожу в церкви, к этому отношусь очень скептически, поэтому, правда, не советуйте мне Матронушек, я не поеду. Вот, вот я к религии отношусь так, что религия, она внутри человека, ну, правда, давайте вот без вот этих вот историй. В современном мире все возможно. Спасибо. Нет, я говорю, мне не ставят диагноз бесплодие или прям какой-то такой, но когда ты получаешь плохие анализы, может быть, я сильно заморачиваюсь, может быть, я очень сильно восприимчиваю человек, короче, наверное, может быть, я сильно заморачиваюсь в этом плане. Ну, в общем, забейте. Да, смотрю, красотка у меня фоном играет. Это не мужик раз так сказал. Нет, он не сказал так. Блин, он вообще ничего не сказал, он просто, блин, в мое отсутствие собрал вещи и съехал. Он такого не говорил. Это у меня такие подозрения, что, ну, как он сказал, что он для меня балласт, но мне кажется, он просто постеснял сказать, что это я для него балласт, потому что со мной сложно будет, со мной непонятно, как в будущем. Ну, короче, вот так. Он просто молча собрал вещи, он ничего не говорил, в чем причина, поэтому это, может быть, мои додумки. Но вот одна из мыслей мелькнула, что просто он не хочет заморачиваться, и не факт, что у меня будут дети, и в этом плане зачатие, и дедорождение. Короче, ну, сложный вопрос. Нужен просто мужчина, который очень сильно будет любить меня, уважать, ценить, и будет готов к сложностям, вот скажем так. Поэтому он просто исчез. Он не объяснял причин. Думаю о хорошем. Спасибо, правда. Безумно приятно. Свалил, значит, не твой. Нет, я отпустила, честно, я не навязываюсь человеку, не выясняю, не пишу, не звоню. Я вот лучше тут вам понову, но нет, я, ну, как бы, не подниму в колени, не умоляю, не цепляюсь в ногу, не говорю, вернись, там, все прощено. Нет, ребят, ушел, ушел. Вот я тут минуту слабости проявляю, а для остальных я сильно справлюсь и так далее. Не-не-не, все нормально, ребят. Нужна хорошая клиника репродуктологии. Для начала нужен мужчина, от которого бы хотелось иметь детей. Честно, впервые в жизни, вот я вам поною, ну, слава богу, никто не знает там, кто это мужчина, пусть он такой будет безымянный. Впервые в жизни, честно, клянусь реально, я захотела ребенка именно от этого человека. Не просто абстрактно захотела ребенка, там, родить для себя, а именно от этого. Может быть, возраст подошел, может быть, я так облюбила и сильно, может быть, так обстоятельства совпали или как-то еще. Ну, короче, это уже не важно на самом деле. Видимо, будет другой какой-то мужчина, ну, вот, как-то так. Не, нормально все, ребят, все нормально. А эко? Нет, ну, эко это крайняя функция. Я вот, кстати, больше задумываюсь о том, чтобы заморозить яйцеклетки, чтобы у меня был мой биоматериал замороженный, и на всякий случай, чтобы он был. Вот, об этом я задумываюсь. Эко можно и в 45 сделать, на самом деле. Лимочка, спасибо тебе большое, правда. Когда откроется дом 2, честно, у меня нет такой информации, ребята. Мне кажется, это все, это конец. Привет из Щелкова. Спасибо, правда, безумно приятно. Не расстраивайся. Вещи разобрала, шкафы заказала. Нет, потому что, короче, из-за нестандартной высоты потолков, каждый шкаф мне насчитали по 40 тысяч и 120 тысяч гардеробная. Сейчас у меня нет такой возможности финансовой. Но, честно, я не скрываю, там, 80 тысяч на 2 шкафа и 120 тысяч, 200 тысяч на гардеробную шкафу. У меня, честно, нет таких денег, чтобы вот так вот взять, свободно и потратить. Поэтому, нет, не заказывала. Поэтому шкафов у меня пока нет. Привет, Зарлаш, 17-я школа. Ой, клево. 17-я школа, я, кстати, мои земляки, очень приятно, брат, что в прямом эфире. Это школа, в которую я перешла в 9-м классе и безумно жалела единственное о том, что я не училась ни с 1-го класса. Очень крутая школа, мне очень повезло с классом. У меня был мега-крутой класс, 9-й Е, экспериментальный, потом 10-й А, 11-й А. В общем, мне реально очень везло на коллективы. Я обожаю 17-ю школу, честно, просто вот. Передай привет Белгороду. Передаю привет Белгороду. Была в Белгороде, но проездом. Надька, ну и типа, еще какой, я и не скрывала этого никогда. Ну и типа, у меня была всегда, я очень сентиментальная, очень ранимая. Просто с возрастом научилась это не показывать посторонним людям, честно. Посмотри фильм «Госпожа горничная». Ой, смотрела миллион раз. Но телефон не тянет, чтобы его закачать. Ну, короче, когда мне наладится интернет и телек, обязательно скачаю и еще раз присмотрю. Спасибо. Меня тоже пугали бесплодие, матка двурогая. Пришло время забеременную, потом, когда меня прокисарили, врачи ржали с диагнозом двурогая матка. Оказалось, обычная. Блин, Оль, спасибо, честно. Нет, я надеюсь, что все будет хорошо. Почему-то интуиция, внутренний голос. Ну, рыба, они же такие интуитивные люди, эмпаты. Подсказывают, что ребенок у меня будет. Но все равно, понимаете, когда тебе ставят такие диагнозы, изо дня, в день, из месяца в месяц, честно, ну, блин, как девушка, ты, конечно, переживаешь. Плюс возраст такой уже, блин, ну, не 18. И, конечно, ты паришься на эту тему. А еще, когда в совокупе с тем, что ты расстаешься с парнем, и у тебя приходят очень херовые анализы, гораздо хуже, чем были там месяц назад и два назад. Ну, честно, ты просто переживаешь. Вот, ну. Короче, нормально все, правда, ребята. Давайте дня с дороги, блин. Что сделала с лицом? Подтяжку, нити. Не делала ни подтяжку, ни нити. Мое лицо, мне кажется, в 36. Ну, рано еще делать подтяжку, нити. В 45, ну, да. Вообще сегодня, кстати, не накрашено. Ресницы нарощены. Я сегодня целый день, ну, как бы я просто выехала из дома в 6 утра и, честно, даже не успела накраситься. Поэтому ни нити, ни подтяжку ничего не делала. Так. Какая умница, купила квартиру. Спасибо, честно, очень приятно. Правда. Он, наверное, смотрит сториз. Не, я заблокировала его аккаунт и закрыла от него сториз, и заблокировала аккаунт, точно не смотрит, точно не видит. Миллион процентов, поэтому я так спокойно, наверное, вам вот об этом рассказываю. Выкинь бывшего с головы, он тебя не достоин. Да нет, ребят, правда, всё нормально. Я там не унижаюсь, не бегаю, не ною ему, никак там не навязываюсь. Просто это случилось две недели назад, но не такой большой срок, на самом деле, чтобы отпустить человека. Но нет, я там никак не выхожу с ним навстречу, не навязываюсь ему, честно. Потому что я считаю, что должно быть чувство собственного достоинства. Если человек от тебя отказался, значит, он тебя не выбрал. Плюс у меня там подозрение, что он вернулся к бывшему, поэтому не, ребят, честно, это вот я тут могу поныть. А ему точно нет. Это похоже на сказку в душенька. На морозка? Конечно, зарёванная, ещё не накрашенная, ещё бы не быть похожа. Нормально. Какие сериалы смотришь? Вообще не смотрю сериалы. Не люблю сериалы. Единственный сериал, который я смотрела... Классный момент просто в фильме. Единственный сериал, который я смотрела, это был «Дикий ангел», у меня было лет 15. Больше никакие другие сериалы, честно, я не смотрю. Я не люблю это дело, мне на это столько времени, не хватает энергии, сил изо дня в день смотреть продолжение. Поэтому единственный сериал в жизни, который я посмотрела, это был «Дикий ангел». Я не про сериалы. Вот фестивальное кино какое-то интересное я могу посоветовать. А сериалы точно не моя история. А у тебя душевные эфиры. Спасибо. «Читай вопросы, а не просто болтовня». Так я и читаю ваши вопросы. Я отвечаю сугубо только по вашим вопросам. «Мужчина бьет женщин одинаково». Как раз водку смотришь. «Мне даже чуть глаз не выключил». Да. «Неужели вас всех в школе учат, как это нужно делать?» Уфу, так. Квартира с террасой. Да, квартира с террасой. Сделаю обзор квартиры. Слушайте, у меня такой погром в квартире. У меня столько этих китайских сумок клетчатых, коробок из Леруа Мерлен. Вот я в общем плюс-минус посчитала 25 коробок и сумок вместе взятых. Вы представляете, что у меня дома? Обзор делать при вот таком складе вещей. Ну такое, не лучшее зрелище реально. Когда придут результаты на онкомаркеры? Во вторник должны прийти, поэтому выходные в ожидании вот так. Это уже не первый тест. Первый был страшно сдавать, остальное все нормально. Бычки кидать не будут. Выше кто этажом на террасу? Слушайте, можно поставить маркизу, ну такой тент, который роллап скручивается. Можно поставить типа шатра или качели с навесом. Но до лета еще далеко, то есть в любом случае какое-то решение будет. Вот так, ну вроде не кидают пока. У меня вроде нормальные соседи. Привет Борисову, особенно Виталику. Та-дам, передала. А террасу можно застелить? В смысле застелить? Застелить чем? Напольным покрытием? Она с покрытием. А, застеклить. Не вижу в этом смысла и необходимости, потому что у меня в этой квартире есть еще застекленная лоджия. Зачем мне две застекленные территории? Меня как раз устраивает, что одна территория свободная, не застекленная. А лоджия у меня уже застекленная, отапливаемая. То есть у меня очень крутая планировка в этой квартире. Поэтому мне как раз нравится, что открытое пространство и свежий воздух. У террасы забор высокий, залезть никто не сможет. Слушайте, ну тут кусты полтора метра высотой. У нас двор вообще-то как бы закрытый, без машин. Поэтому под видеонаблюдением я не думаю, что кто-то прям захочет залезть на террасу. Тут у всех соседей терраса, и моя терраса ничем не отличается от других. Двор интересный, куча разных локаций, где можно классно отдыхать. Поэтому вряд ли кому-то интересно залезть ко мне на террасу. А так я хотела бы оставить кофейный столик, кресло из ротанга, качели, не знаю, так, чтобы выйти утром, попить кофе. Ну, в общем, чтобы кайфануть прям. Передай привет Виталику. Да передала я привет вашему Виталику. Виталик, привет тебе. Покажите ваш ремонт. Ну, давайте так, я тогда разберу вещи, вот хотя бы хоть немножко, через неделю. Возможно, будет актуально показать вам ремонт. А так у меня просто сейчас все в баулах, в сумках, в пакетах, в коробках. То есть, ну, такое зрелище. Не переживайте, все у вас будет хорошо. Спасибо. Экстрасенсы и гадалки много угадывали? Ну, кстати, да. Не хочется... У меня тут недавно один экстрасенс, ну, пусть будет без имен, ладно, сказал, что вот на днях у меня будет очень классное предложение по работе, и один из бывших вернется. Не знаю кто, потому что у меня, походу, веселые бывшие с работы тоже непонятно. Ну, короче, вот предпосылок пока к этому нет, но если вдруг это случится, я расскажу, как люди предугадывают мою судьбу, говорят о том, что меня ждет. Ну, посмотрим. Я, конечно, не скептик, но экстрасенсы мне в один голос говорят, что у меня с работой все хорошо, хотя официально и безработные, и что один из бывших, реально, мне прям не один человек, это говорит, скоро вернется. Ну, посмотрим. Не то, чтобы я прям притягиваю эту мысль, просто так сказали, я не сильно в это верю, потому что, ну, я верю в то, что имеет предпосылки. Вот в этих вариантах предпосылок нет, поэтому я к этому очень легко отношусь. Классный момент в красотке. Он смотрит эфиры твои? Да нет, конечно, ребят, но он не смотрит мои эфиры, он заблокирован, поэтому миллион процентов не смотрит. Почему не переодеваешься в домашний халат? Объясняла. В квартире плюс 20, да, я включила теплые полы, но халат с голыми ногами, на керамограните у меня каменные полы. Это холодно, вся пижама шелковая, красивая, в которой я сплю, реально холодно, находиться на кухне. Ну, 20 градусов, это не так жарко, поэтому у меня вся одежда с длинным рукавом. Что за манекен называется? Это не манекена, это, кстати, мамина подруга написала картину, которая мне очень понравилась по ее эскизам. У меня просто пока нет мужчины и перфоратора, кто бы это повесил, но обязательно повешу. Возможно, не в это место, возможно, в другое, но мне очень нравится эта картина. Бывший подписан на вас? Да нет, ребят, на миллион раз, а бывший на меня не подписан. Более того, от него скрыты сторисы, он заблокирован. То есть, успокойтесь, он точно этот эфир и не видит. Миллион процентов. Так. Обычно женщина уходит, мол, что тут мужчина свалил, все наоборот. Слушайте, ну, по-разному в жизни ситуации бывают, всякое случается. Лучше в 40 найти своего, чем быть не пойми с кем. Да нет, ну, кстати, мне казалось, что вот последний мужчина, он достойный. Ну, я считаю, вообще, бывших либо хорошо, либо никак. Но не потому, что я хочу вернуть, или как-то, ой, он сейчас увидит. Ну, точно не увидит. Он взрослый был, он умный, с двумя образованиями. Очень был заботливый. Ну, то есть, мне казалось, что я вынесла уроки жизни и больше не выбираю, там, долбоебов, алкоголиков, наркоманов, дебилов, дегенератов. Ну, то есть, у меня же разных мужчин выбирало. Вот. Вот, мне казалось, что я сделала работу над ошибками, и это был, правда, стоящий мужчина. Но у него еще весь кристалл просто исчез. Короче, ну, бог с ним, ладно, фигня, все это. Короче, где-то не доработала. Так. Привет, Нижневартовск передает, Югра. Спасибо. Как погодка в Москве? Слушайте, в Москве плюс два. На самом деле, ну, такая, достаточно теплая погода. Привет, Асхантамансиска. Привет, Хантамансиск. Ищешь любые отговорки, скажи честно, не от кого родить. Сейчас не от кого, это правда, я не скрываю. Но я искала возможности, и даже хотелось бы, в общем, там, сдавать анализы и так далее. Ну, короче, тоже получилось, как получилось, но вот конкретно сию минуту сейчас, да, нет, у меня есть мужчина, от которого я могла родить. Это правда. Почему на поляне живут участники? Ну, потому что участники принимают участие в съемках «Борьзна против Бузовой». В основном, вот, 80% участники иногородние, и поэтому проще их оставить жить в Москве на поляне, чем каждый раз покупать билет на съемки в шоу «Борьзна против Бузовой». Поэтому руководство приняло решение, чтобы участники находились на поляне. Ну, с одной стороны, это рационально, но и экономия бюджета. Привет от Кузи. От какой Кузи или от какого? Покажи террасу, как выглядит. У меня в сторисах терраса сегодня снималась, есть. Так, Хантамансиск. Привет. Кузя просит привет. Привет большой. Как-то относишься к тому, что Бузова просила своих подписчиков отписаться от Давы. Вообще, честно, не думаю ни о Бузовой, ни о Даве. Мне своих геморроев и проблем хватает, поэтому не думала об этом, вот честно. С Глебом часто переписываешься? Ну, общаемся периодически, она меня сейчас поддерживает, мне приятно. Я его в чем-то поддерживаю. Ну, реально, мы не общались несколько лет. Приятно, правда, спустя столько времени, как бы, ну, такое, какое-то теплое общение поддерживать. Привет из Рязани, спасибо, Рязань, тоже большой привет. С кем из старичков общаешься? Слушайте, со многими, со всеми, кто в Москве и не в Москве. Я была долго на проекте, застала огромный пласт участников, поэтому... Со многими, правда. Все будет хорошо, сейчас и в 50 рожают. Кто? Кто рожает в 50? Мне кажется, таких нет. Так, Надя, не нытик, просто честно. Спасибо. Блин, хоть кто-то понимает какое-то мое внутреннее состояние, правда, это очень приятно. А долго встречались? Да нет, недолго. Ну как, блин, общались, потом встречались, потом пожили немножко. Это бывший мой коллега по работе. Ну, нет, недолго. Знаете, у меня морщины на лбу, что посоветуй? Боток стоит колоть? Мне 35. Слушайте, посоветуй, а может, только косметолог? У меня тоже есть немного морщин, но я колю ботокс. Кто-то колю диспорт, кто-то еще, какие-то вещи. То есть, вот, ну, как бы, тут индивидуально, что посоветует косметолог? Приятно на тебя смотреть. Спасибо. Спасибо, правда, приятно. Меня тоже бросили, заблокировали назло. Видимо, хотя прекрасно понимает, что я написывать не буду. Я не думаю, что я заблокирована, но, как бы, я и не проверяла настолько. Да не, ну, как бы, блин, все взрослые люди блокировать там во всех соцсетях или в звонках, ну, это бред, на самом деле. Ну, мне так кажется, там не знаю. Тысячного тента работаешь? Нет, не работаю. Расставание, это очень тяжело, но проходит со временем, верьте Богу, и все будет хорошо. Слушайте, я верю в себя, в судьбу и в свои силы. Вот в это я верю. Ну, и посмотрим на предсказания одного очень известного астролога-экстрасенса, это два человека, которые мне предсказали, что у меня будут скоро очень крутые перемены в работе, и кто-то из бывших вернется. Предпосылок для этого нет. Ни в работе, ни от бывших, ну, посмотрим. Мне больше кажется, что я встречу кого-то нового, интересного мужчину, вот в это я верю. Ну, вот в такие предсказания. Ну, проверим со временем, посмотрим. Покажи террасу. Слушайте, террасу сейчас темнота просто вот. От того, что я вам покажу, там темень. Не знаю, блин. Вот там сзади меня терраса. Ну, то есть просто черный квадрат Малевича. Проще ее показывать в дневном времени суток. Ты согласна, что Готяс похожа на Арейру? Вообще ничего общего, мне кажется. Они по-своему прекрасны, но мне кажется, вообще ничего общего. Ты сейчас где, в новой квартире? Да, я на своей квартире. Видно, может, переехала. Пофиг на коробке, показывай. Смешно. Будешь решетки ставить на окна? У меня не вариант поставить решетки, потому что у меня панорамные окна от пола до потолка. Да, то есть это фактически огромные двери. Поэтому, так как это с выходом на террасу, то есть тут решетки не вариант поставить. Можно сигнализацию поставить, кто боится. Онкомаркеры, к сожалению, не показатели. Они могут быть нормальными, в то время как процесс запущен. Да, знаю. Поэтому каждые две недели я наблюдаюсь у врачей. У гематолога и остальных, потому что, ну, как бы, это нужно держать просто на контроле. Поэтому вот как-то так. Как вам хватает терпения отвечать на одни и те же вопросы? Я, мне кажется, привыкла и стараюсь не реагировать. Я подумала, что только у тебя терраса, у соседей нет. Нет, ну, многие квартиры, у кого выход во внутреннюю часть двора, они с террасами. Это такая планировка этого ЖК. Очень клёвая планировка. Из-за планировки именно я и взяла эту квартиру. И первый этаж был в разы дороже, чем верхние этажи. Именно из-за террасы. Летом куда планируешь ехать отдыхать? Ребят, дай бог дожить до лета, чтобы у нас были открыты границы, чтобы мы имели возможность куда-то ездить отдыхать. Этот год у меня остался без отпуска. Я никуда не ездила отдыхать. Даже в Краснодарский край и, ну, там, кто обычно, там, Сочи, Краснодар, Крым и так далее. В этом году я просто осталась без отпуска. Ну, наверное, как и многие россияне. Кстати, пишите, кто тоже остался без отпуска. Но зато съездили на США, два месяца пожили. Откуда выход на террасу? Выход на террасу из кухни. Вот сзади меня выход. Вот видите, какие окна они, блин. В потолок. И до самого пола. Это считаются окна-двери. И из соседней спальни, вот через стенку, у меня выход тоже на террасу. Ну, то есть терраса, получается, сквозная. Делится на две комнаты. Спальню и вот эту кухню. Когда переезд переехала. Какие цвета любите в маникюре и педикюре? Only red, либо french. В этом плане я консервативный человек. Ничего интересного. Наверное, я вам не покажу в плане маникюра. У меня обычно все стандартно. Сколько лет? 36. Через месяц, кстати, мне будет 37. Кошмар. Столько мне кости не живут. Ну, короче, как-то так. Я про Глеба подумаю. Походу, Глеб вернется. Да не, ребят, мы с Глебом, конечно, нормально общаемся. Ну, прям. Иногда даже по-теплому, по-доброму. Ну, нет. Не задумывайте, реально. Ты веришь экстрасенсам? Да, если это сбывается. Ну, очень легко говорить. Ну, к примеру, там, ой, да у тебя там, блин, не знаю, там, все хорошо и так далее будет. А когда от тебя предсказывают вещи, которые сейчас просто плачевные, но типа все хорошо, ну, вот со временем проверим. Экстрасенсы говорили про Бозу, все сбылось. Ну, вот посмотрим. Если это сбудется, ну, я скажу, да, есть люди, которым это больше, чем дано. Когда это говорят несколько людей, ну, фиг знает, знаете, наверное, избирательное, как в гороскоп. Если хороший гороскоп, я сегодня в него верю. Если он так себе, то не верю. Короче, как-то так. Так. Твой бывший из левых анкет палит твои эфиры. Слушайте, ну, объективно я считаю о больших, как о покойниках. Либо хорошо, либо никак. Я не думаю, что ему это надо. Ну, то есть он не настолько зависимый от соцсетей, а точнее вообще независимый. Но даже если бы это так и было, в чем я сильно сомневаюсь, но я же ничего плохого не говорю. Ну, такого, что я достаточно уважительно о нем отношусь, независимо от того, что он исчез и так далее. Ну, то есть в этом плане как бы моя совесть чиста. Я правда не могу про него ничего сказать плохого, кроме того, что он исчез. Во всем остальном, ну, он достаточно неплохой человек. Посмотрим, тут еще есть пара пунктиков в ближайшее время, как он себя поведет. Ну, короче, в целом это был, правда, достойный, нормальный мужчина. Без каких-либо там патологий или вредных привычек. Ну, короче, давайте не будем о бывших. Возможно ли увидеться с Глебом? Может, он в Москву приедет? Слушайте, я передала его контакты редакторам Бородина против Бузова. Если его пригласят в Москву, конечно, я с удовольствием с ним увижусь. Но, блин, все-таки непосторонний человек. Я правда буду рада его увидеть. Пятница вечера, ты одна почему? Ну, вот, какое-то такое сегодня грустное настроение. Завтра пойду к подружке, завтра отдохну, а сегодня вот так дома. Ты бы смогла жить без Инстаграма. Я думаю, да, спокойно. Я не настолько зависима от соцсетей, чтобы, ну, как бы, невозможно было без этого обойтись. Можно в гости. Юля, вы что тут живете? Видно? Если ты написала парню, а он не отвечает, что делать? Ничего не делать. Жить дальше и заниматься своими делами. Хотел бы, написал. Раз не ответил, значит, срать он на вас хотел. Ну, то есть, как бы, у мужчин все просто, понимаете? Если мужчина вам не отвечает, он либо умер, либо не хочет. И в первом и втором случае он вам не подходит. Мужчина, который вам дорожит, он вам ответит. Ну, правда. Так, кто присоединяется? Всем привет. Всем добрый вечер. Почему в нос говоришь? Нормально. Я в нос не говорю. У меня нос сухой, теплый. Все нормально. Ой, Саня, привет. Александр, 121088. Здравствуйте. Мои коллеги и друзья тут в прямом эфире. Приятно, приятно. На сколько процентов из статы ленивая? Блин, фиг знает, не знаю. В зависимости от того, насколько мне интересно и это нужно. Но могу быть на сто процентов ленивая. Могу быть вообще не ленивая на ноль процентов. В зависимости от того, насколько срочно и это интересно и нужно мне. Где жулик? Та-ра-ра-ра-дам. Сгреб тапки этот жулик. Этот жулик сгреб тапки, вытащил подушку из своей большущей лежанки и спит вот так. Проявляет свой характер. Короче, пёс с характером. Ты болеешь? Нет, не болею. У вас AirTouch. Вы имеете в виду окрашивание волос? Да, у меня тёмные корни и белые волосы. Растяжка цвета от тёмного к светлому. AirTouch, да. Хочу сменить образ, имидж. Что-то мне всё так заколебало. Не знаю, может, просто настроение такое. Ну, говорит, что-то хочется поменять в своей жизни. И как обычно, мы начинаем с цвета волос. Как обычно, стандартно. Ты болеешь? Нет. Я здорова. Так, и большущий привет. Владимир, большущий привет. Какие имена для детей присмотрела? Ребят, ну, блин, ну, что за бред? Ну, какие имена? Тут, блин, родить бы в принципе ребёнка, а вы мне говорите, какие имена я присмотрела? Никакие не присматривала. Ну, блин. Я не загадываю настолько вперёд. Так, Краснодар мне передаёт привет. Югра. Блин, спасибо, правда, очень приятно. Хотела бы жить 200 лет в молодом теле? Нет. Потому что те люди, которые мне дороги, друзья, там, мужчины любимые, родственники, они же умрут. А я, получается, лет через 30, когда все умрут, останусь одна, но в молодом теле? Не, не хочу. Чёстно. Привет, Ореол. Привет, Сургут. Помирилась ли я с Римой? Нет. Не помирилась. Ты веришь, что Дава Белбузову или использовал? Ребят, прикиньте, вот, может быть, я отвечу грубо, и вам это не понравится. Прикиньте, есть такие люди, кто вообще не думает о расставании Оли и Давы. Вот представьте, у меня своих проблем выше крыши. Я не думаю о них, не анализирую. Мне всё равно. Мне хватает своих загонов и проблем. Поэтому даже не буду анализировать. Вот, блин, люди взрослые разберутся сами. Вот, честно, неинтересно. Ого, вы из Голландии меня смотрят. Ничего себе. Спасибо. Настя, почему в нос, говоришь, болеешь? Настя, ау, Настя, ты чё в нос говоришь? Хуешь, Настя? Дава гей, и это пиар-история. Не думаю. Боже, чем дальше влез, тем ближе вылез. Из Орла привета не передаёшь? Конечно, передаю, земляки. Пф, ещё бы, передаю. Знакомый 44 года в марте будет рожать. Ну, может, второго ребёнка в 44. Это норм. Если первый, ну, странно. Погромче говори, мне уши вложила. Чё ж мне, орать, что ли, тут? Мама и брат живут в Москве. Да, в Москве. Брат приехал относительно недавно в Москву. Мама живёт в Москве уже 10 лет. Не надо говорить о бывшем, ему это будет льстить. Да, ради бога, я не мстительный человек, я умею отпускать людей из своей жизни, если они, тем более, принимают решения. Ну, серьёзно. Я многих людей из своей жизни отпустила просто потому, что не хотели уйти. Ну, как бы, и честно об этом не жалею. Начиная от Рима и заканчивая бывшими, я не борюсь за людей. Если взрослые люди принимают решение от меня отказаться, да ради бога, ребят, значит, со мной останется минимальное количество близких людей, но эти люди со мной в огонь, воду и медные трубы. Поэтому я спокойно отношусь, честно. Привет из Подольска. Подольск, привет. Недалеко, кстати, тут от меня. Мама Влада Кадони недавно родила дочь, ей за 50. Мама Кадони родила, простите, третьего. Это нормально. А я, блин, первую ещё никак не рожу. Поэтому, ребят, ну, блин, прожать первого в 50 или в 45, ну, такое, блин, мне кажется, очень опасное мероприятие. Простыл, наверное. Да нет, ребят, я не в нос говорю. Может быть, так динамик работает или как-то, но точно нет. Нужны ли они бывшие? Разбитую чашку не склеишь. Слушайте, я вот, знаете, ну, вот не про себя сейчас конкретно, а в целом я знаю много примеров, где не то чтобы в одну реку дважды входят, но люди возвращаются в отношения в семье, ну, как правило, в семье осознанно второй раз и удачно. Ну, не знаю, может быть, мы такие удачные примеры предлазами. Я сейчас ни в коем случае на всё не намекаю, то есть, но бывают разные ситуации, и мне кажется, в жизни вот всё индивидуально. Надя всегда жалко. Нет, я в смысле не прошу меня пожалеть, я просто рассказываю вот честно, как есть. Могу врать в эфирах, могу не договаривать, могу нацепить на себя маску, типа а-ля инстаблогера, и вести блоги, как это делают многие, то есть такие с пафосом, блин, там, не знаю, и так далее. Ну, мне кажется, это бред. У меня так бесит такие блогеры, если честно. Не знаю, вас не бесит блогеры, которые себя выёживаются, выделываются, ничего себя не представляют, но создают фасад, типа а-ля, блин, у них там всё идеально. У меня прям бесит такие люди. После передачи «Идущие к чёрту» ни в каких знахарей не верят те же самые психологи. Это абсолютно так. Многие экстрасенсы, космоэнергеты, ясновидящие, они изначально хорошие психологи. Это правда. Ну, то есть как бы одно другому не мешает. Сильно стеснительной была ли я в юности? Да. Я была стеснительной, я была застенчивой, я была неопытной. Именно поэтому я пошла в театральную школу, чтобы немножко раскрепоститься, поверить в себя, обучиться какому-то ораторскому искусству, перестать бояться людей и публичных выступлений. Да, именно поэтому я пошла в актёрскую театральную студию. Тебе нравится город Видное? Честно, не была ещё нигде в городе Видное. Не могу ничего о нём сказать, потому что даже не обследовала. То есть я знаю, что здесь есть куча парков, разных усадеб там. Ну, то есть много всего интересного, но, честно, как-то я пока ещё особо не исследовала. Если не секрет, сколько квартира стоит в долларах? Слушайте, ну, она стоила по договору долевого участия 6 миллионов. Сколько это в долларах, я не знаю, но переведите сами. Площадь квартиры вместе с террасой 83 метра. 85 даже, наверное. Без террасы 63, короче. Какие мужчины по телосложению нравятся? Толстяки или наоборот? Вы знаете, при выборе мужчины... Ну, конечно, хоть, чтобы он был крепкий, широкоплечий там и физически спортивный, но, блин, не знаю, может быть, с возрастом ты не по внешности мужчину оцениваешь и точно не по телосложению. Хотя приятнее, конечно, чтобы мужчина был выше меня, более широк в плечах и так далее, но я ценю мужчин по отношению к себе. Наверное, я вам, блин, истину не открою. Как думаешь, когда отменят маски? Ну, через год, наверное, не раньше. Как на террасе сидеть, если рядом ходят люди? Слушайте, ну, сделайте зелёную изгородь, не знаю, там, повесьте тенз, сделайте качели, отгородитесь, блин, навесом. Да вариантов много на самом деле. Рыбы не склонны характером возобновлять отношения с бывшими. Слушайте, я не верю в знаки зодиака, если честно, мне кажется, это такая лажа. Все, кто мне типа а-ля подходит по знаку зодиака, я такие знаки зодиака в принципе не встречала в своей жизни вообще. Ну, то есть вот идеально рыбам подходят девы, на дух их не выношу, честно, прям очень сложное отношение всегда с девами, козероги и тельцы. Клянусь, реально не встречала людей, ни козерогов, ни тельцов в своём окружении. Я не верю в эти знаки зодиака, я верю в одно, что есть желание людей быть вместе, работать над отношениями, и, ну, есть страсть и какое-то уважение друг к другу. Это начальные киты, на которых строятся отношения. Всё остальное – работа людей друг над другом и над собой в частности. Ну, всё, я, честно, не верю в знаки зодиака. Когда выходишь на террасу, все соседи смотрят, как на витрине получается. Господи, да повесьте вы навес, в чём проблема? Поставьте шатёр, не знаю, качели с навесом. Вообще проблем нет. Так. Сколько от тебя до Красной площади ехать? Сильно далеко? Сильно далеко. Скажи честно, тебя пугает, что годы идут? Нет, не пугает. Мне кажется, в каждом возрасте есть офигенно, наикрутейшие периоды жизни, что… Чем может пугать возраст? Ну, окей, мне там не 20, а 30, или не 30, а 34, или не 34, а 36. Господи, это просто цифра в паспорте. Почему? Она должна пугать. Это просто математика. Сейчас столько косметологов, возможностей хорошо выглядеть там и так далее, понимаешь, что и в 40 можно хорошо выглядеть, и в 50 есть охренительные бабы, и мужики, и в 60. У меня вон мама, блин, по походам ходит, у неё любимый мужчина есть. То есть, блин, у неё вообще всё прекрасно. Делаешь вообще ни в возрасте, ни в годах. Орёл, ты помнишь? Прикиньте, вспоминаю. Ну, конечно, моё город детства, ещё б я не помнила. Не страшно, что кто-нибудь залезет через террасу. Ребят, я вас умоляю. Чё у меня здесь брать? Ну, кому нужна нафиг эта терраса? Вы не представляете, какой у нас красивый двор. Сколько террас здесь моя, не единственная, чтобы сюда лезть. Ничего прикольного, просто терраса. Переехала до конца? Да, переехала до конца. Блин, кстати, так расстроилась из-за переезда. Вчера, значит, клянусь реально, всю неделю, на какой, дни 10 я драила квартиру. Чтобы вы понимали, я от плитки до, не знаю, плинтусов вот просто вылизала. То есть там можно было, мне кажется, облизывать каждый сантиметр. Квартира была в идеальном состоянии. У меня вчера приехала хозяйка, приняла при мне квартиру. То есть, ну, блин, всё. То есть там были единственные недочёты, что у меня жулик подрал немножко коридор. Ну, то есть это вычли из депозита и вернули там за датка мне 36 тысяч, а 25, ну, то есть там за вычетом обветшалых обоев и так далее. И прикиньте, потом эта хозяйка звонит моей маме о том, что по-скотски сдали квартиру, что всё так плохо, что она в ужасном состоянии, что, блин, я так расстроилась, честно. Я в таком идеальном состоянии квартиру в жизни не сдавала никому, хотя это не первая квартира, которую я снимаю. Мне было так неприятно. Сказали, что там переломанная мебель, хотя нет переломанной мебели, но я прям честно расстроилась. Может быть, она хотела депозит вернуть, либо как-то... Ну, короче, я честно не поняла, но моя совесть чиста. Это, вот, наверное, самая чистая, идеальная квартира, которую я когда-либо сдавала. Но очень нехорошо получилось. Почему-то с хозяйкой, вот не знаю почему. Хотя она приняла квартиру, то есть, ну, изначально расторглась на договор, а вечером уже писала такие гневные сообщения моей маме. Ну, короче, как-то так. Какая БЗП тебя полностью устроила? Минимальная или максимальная? Ой, у меня осталось 50 минут. Так, наверное, я этот эфир сейчас выйду, пересохраню, а потом зайду ещё раз подключать, потому что час уже прошёл, иначе эфир не сохранится. Так. Так, в общем, ребят, 30 секунд. Я прощаюсь, точнее, сейчас выхожу из эфира, сохраняй его, а потом давайте ещё раз тогда подключайте, сейчас давайте заходите тогда, иначе он не сохранится.